60% городской инфраструктуры Бахмута повреждено или полностью разрушено. По центральным улицам города уже фактически не встретишь уцелевших многоэтажных домов. Часть из них горела в результате попадания российского снаряда. Остальные стоят без окон с разбитыми балконами и крышами. Да и людей на улицах Бахмута немного. Можно встретить лишь тех, кто, несмотря на обстрелы, не боится выйти из укрытий на поиски необходимого. Под проливным дождём местные готовы стоять за гуманитарной помощью или собирать дрова, чтобы ночью согреться. Буржуек для обогрева укрытий в городе не хватает. Многие живут в уже повреждённых российскими снарядами домах. Осенние дожди ухудшили и без того сложную гуманитарную ситуацию в городе. Из отдалённых районов людям теперь практически невозможно добраться в центральные части Бахмута. «Уровень воды в Бахмутке поднялся из-за дождей, и временная переправа вблизи разрушенного моста тоже опустилась под воду. Таким образом, сегодня из-за Бахмутки людям достаточно сложно добраться, потому что те конструкции, которые здесь находились, они просто уплыли». Из-за ухудшения погодных условий, местные всё чаще задумываются об эвакуации. У кого-то уже нет дома, а кто-то устал жить без света, газа и воды. «Почему решили эвакуироваться?» «Потому что уже надоела такая жизнь собачья. Ложись, хлопают, разбили две хаты, наухнали за каких-то пять минут. За пять минут разбили, и куда мне деваться? Мне 83 года». «А как сейчас вообще отапливаетесь?» «От так одеваемся и спим». «Одетые». «Одетые». Не то слово «одетые». Более 15 тысяч человек продолжают жить в прифронтовом Бахмуте. С каждым днём город всё больше превращается в руины. Из 14 школ уцелела лишь одна. На днях от российских атак Датлас горел, центр детей и юношества. Алена Грамова из Донецкой области. Для телеканала Freedom.